Здравствуйте, Заусий Итович. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, сколько профилактических мероприятий и рейдов сотрудники госавтоинспекции провели за полгода? Что вы можете отметить? Сотрудниками госавтоинспекции МВД Покорачао-Черкесской республики с начала 2023 года по настоящее время были организованы и проведены десятки рейдовых профилактических мероприятий по предотвращению ДТП. Буквально неделю назад закончилось оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Сейчас у нас проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Понятное дело, что в каждом профилактическом мероприятии свои цели и задачи, которые в обязательном порядке сотрудники госавтоинспекции республики должны выполнять. Что касается профмероприятия «Пешеход», прошедшего на территории республики, у нас было выявлено ряд административных правонарушений, грубых нарушений ПТД, касающихся нарушения правил пересечения проживающихся пешеходами, также нарушения правил дорожного движения водителям, которые, в свою очередь, не выполняли требования законодательства уступить дорогу пешеходу, который пользуется преимуществом движения. В профилактическом мероприятии «Автобус» у нас проверяет техническое состояние перевозящего пассажиров транспорта. Также, конечно же, и нарушения, связанные с перевозкой людей, то есть, когда, допустим, лишний пассажир у нас имеет в салоне транспортного средства, такие правонарушения выявляются, и основной акцент делается на профилактику ДТП, то есть, чтобы избежать ДТП с участием автобусов. Во время проведения профилактического мероприятия пешеход было выявлено 269 административных правонарушений, в том числе и 29 нарушений именно пешеходами, то есть, в случае, когда пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте. То есть, мы понимаем, что отнюдь не всегда у нас виноваты водители, или зачастую также виновниками, к сожалению, в том числе и ДТП, в том числе и с тяжкими последствиями, у нас являются и пешеходы. Поэтому в очередной раз хочется обратиться как к водителям, так и к пешеходам. Просьба все-таки быть более внимательными, более аккуратными, и при приближении к пешеходному переходу в обязательном порядке смотреть по сторонам, оглядываться и переходить исключительно в местах, где это положено. И касаемо водителей тоже, пожалуйста, в обязательном порядке. При приближении к пешеходным переходам, к перекресткам, снижайте скорость в обязательном порядке. И при возможности вообще лучше останавливаться и ждать, пока пешеход перейдет через проезжую часть. Обязательно особое внимание должно уделяться именно в темное время суток. Вот так же к пешеходам обращаемся. Пожалуйста, используйте отражающие элементы на одежде. Также можно их крепить и на аксессуары, такие как портфели, рюкзаки. То есть это сделает вас в любом случае заметнее на дороге. И уже заблаговременно водитель, в виде отражателя, он уже заблаговременно, если водитель опять же будет адекватный, нормальный человек, который закон соблюдает, он, конечно же, увидит и заблаговременно остановится. Скажите, пожалуйста, какие профилактические мероприятия сотрудники госавтоинспекции планируют провести в ближайшее будущее? Сейчас у нас планируется в начале учебного года, то есть с начала сентября месяца 2023 года, проведение месяца безопасности дорожного движения, в рамках которого у нас будут проводиться профилактические мероприятия, в частности будут в учебных заведениях, потому как у нас сейчас будет акцент делаться на учебные заведения, ввиду того, что детки у нас находились на каникулах три месяца, в особенности, если мы берем младшие классы, да, и понятное дело, что кто-то из них где-то что-то подзабыл касаемо правил дорожного движения, в обязательном порядке будем с ними беседовать вместе с преподавательским составом, с родителями. Будем стараться больше, большой акцент делать также на родителей, чтобы они доводили до детишек вот эти простые правила, которые мы будем обговаривать, они будут постоянно об этом напоминать и повторять. Чем чаще мы это будем делать, в особенности в начале учебного года, тем мы все-таки убеждены, что толк от этого будет, и получится у нас результат положительный в этом плане, что детки у нас будут всю эту информацию у себя впитывать, как губка, да, и у них будет представление о том, как нужно правильно себя вести, когда ты проходишь через проезжую часть. Также мы будем делать акцент на такой проблематике, которая у нас существует на территории Карачао-Черкесской республики, как выгул крупно-рогатого скота незаконный, вот, и понятное дело, что эта проблематика у нас уже на протяжении долгих лет есть. Из года в год, да, мы говорим постоянно, и особо все-таки в положительной динамике у нас ситуация не меняется. Тем не менее, мы все усилия будем прилагать, и в рамках вот этого месяца безопасности дорожного движения будем акцентировать внимание на этой проблематике, будем проводить, опять же, беседы профилактического характера с фермерами на местах, да, и вместе с представителями администрации зерских поселений совместно вот эту работу будем проводить. Также на маршрутах патрулирования будем общаться и с водителями, которые, понятное дело, что они знают, что есть такая проблематика, но у нас есть большой довольно-таки туристический поток на федеральных автодорогах, у нас частенько проезжают не местные жители, наши гости, с которыми тоже будем стараться этот вопрос обсуждать и предупреждать их о том, что есть такая проблема, и вполне возможно, что даже там, где дорожного знака перегон с кота нет, может вполне, к сожалению, есть такая проблема, что может выбежать скот, та же лошадь, та же корова, чтобы они были более внимательны и аккуратны уже в дальнейшем, когда будут ехать по проезжей части. Ну, такие моменты будем тоже в обязательном порядке прорабатывать. С чего начинается рабочий день сотрудника ГИБДД? Зависит ли это от праздников в республике или всероссийских, или же от профилактических мероприятий он абсолютно одинаков? Если мы говорим о сотрудниках именно дорожно-патрульной службы, их рабочий день начинается всегда с развода инструктажа, при проведении которого до них доводятся ориентировки, которые имеются на территории республики, до него доводятся цели и задачи, вот если имеются, вот как вы спросили, про профилактические мероприятия, если имеются какие-то профилактические мероприятия, доводятся, опять же, конкретно цели и задачи по данным профмероприятиям, это все обозначается, по какому числу это все будет проводиться, в какой день на что будет делаться акцент. Вот, естественно, проверяется внешний вид сотрудников госавтоинспекции. И вот такие вот моменты простые. Проверяется наличие нагрудных знаков, вводится код удостоверения. Ну, вот это все, что обязательно полагается сотруднику, который заступает на службу. Как правило, развод инструктаж проводится в определенное какое-то время, но при необходимости, если проводятся какие-то оперативные профилактические мероприятия, возможно, нужно выехать на несение службы раньше, тогда, естественно, они происходят раньше. Но в любом случае, развод инструктаж проводится в обязательном порядке, потому что без него на службу выйти сотрудник ДПС не может никак. Это недопустимо. Еще такой вопрос, Заур Сейтович, на наших дорогах много пьяных водителей. С начала 2023 года было выявлено более тысячи водителей, находящихся за управлением правственным средством в состоянии опьянения. Причем зачастую водители отказываются от прохождения медосвидетельствования в состоянии опьянения, как на месте с помощью алкотестера, который состоит на балансе у госавитоинспекции. Они также отказываются от прохождения свидетельствования. Вообще, вкратце расскажу про процедуру саму. Если у инспектора имеются основания полагать, что водитель, возможно, находится в состоянии опьянения, имеются отличие признаки на это, он предлагает ему пройти о свидетельствовании на месте, на состоянии опьянения. Если водитель соглашается, продувает в специальный алкотестер, там уже он может согласиться с результатами, может не согласиться. Если он не соглашается с результатами, то сотрудник госавитоинспекции предлагает водителю пройти о свидетельствовании на состоянии опьянения в специальном министерском учреждении. Если же он и там отказывается, то уже получается у нас отказ от освидетельствования. Я к чему это говорю? Потому что очень много у нас случаев, когда водители отказываются сразу же на месте, либо же уже когда проезжают медучреждения специализированного характера. Это говорит о том, что мы не можем, конечно, говорить точечно, мы не можем в каждой ситуации вот так разобраться, потому что отказ, он фактически говорит о том, что человек находится в состоянии опьянения. То есть он приравнивается к тому, что водитель находится в состоянии опьянения, и он уже не может дальше управлять тазовым средством. И не всегда это случай, когда водитель находится именно в алкогольном опьянении. То есть есть такая проблема у нас, много очень, в особенности молодежи, которая употребляет наркотические средства. И такая проблематика тоже имеется. И они, понимая, что в дальнейшем, зачастую понимая, что в дальнейшем они могут встать на учет, если спецучреждения медицинского характера у них в крови покажут, что у них есть наличие каких-то там запрещенных препаратов, они встанут на учет. И поэтому многие отказываются. Вот такой тоже у нас есть момент. От чего зависит, выпишите ли вы водителю штраф или просто предупредите? Хочется сказать, что прежде всего мы работаем для того, чтобы предотвращать дорожные тростные происшествия. И для нас первоочередная задача – это профилактика. Стараемся, конечно, по возможности с водителями транспортных средств и с пешеходами общаться и не доводить до того, чтобы выписывать административный штраф. Если человек не понял с первого раза, то, конечно, уже приходится в обязательном порядке уже составлять административные материалы. Законодательством Российской Федерации с санкциями некоторых из статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривается как предупреждение, так и штраф. То есть есть моменты, когда можно человека предупредить. В таких ситуациях мы стараемся все же на первый раз поговорить с водителем и предупредить его, как полагается, пообщаться с ним. И стараемся по возможности до человека донести о важности и необходимости соблюдения тех или иных правил дорожного движения, чтобы в дальнейшем не допустить возникновения дорожно-транспортных происшествий, которые за собой могут повлечь и тяжкие последствия. Заур Сейтович, как часто дети попадают в дорожно-транспортные происшествия? С начала текущего года на территории Карачао-Черкесской республики 32 несовершеннолетних ребенка у нас в ДТП пострадало, 4 погибло. Что касается прошлого года, у нас на этот же период прошлого года было зафиксировано 50 ДТП с ранеными, в которых погибло 2 несовершеннолетних ребенка. Статистика, конечно, не радужная. Касаемо общего количества ДТП с пострадавшими детьми, у нас в этом году значительно эта статистика улучшилась. Тем не менее, кажется, цифра довольно-таки большая в нашей республике, 32 ребенка. Это очень много, мы понимаем. Но касаемо смертности, у нас по погибшим деткам, у нас в этом году, к сожалению, рост имеет место. Заур Сейтович, с чем бы Вы хотели обратиться к участникам дорожного движения? Чего бы Вы хотели им пожелать? Уважаемые жители и гости карачащики из республики, хочется обратиться к Вам с просьбой быть внимательными, осторожными. Когда Вы выступаете в качестве пешеходов, так же и в качестве водителей, пассажиров, в обязательном порядке, пожалуйста, соблюдайте все предусмотренные законодательства нормы касаемые правил дорожного движения Российской Федерации. Мы настоятельно призываем в обязательном порядке соблюдать скоростной режим при приближении к перекресткам, к пешеходным переходам. Обязательно снижайте скорость, останавливайтесь. И если Вы видите пешехода, который переходит через проезжую часть, в особенности, если это он делает в месте, где это положено, то есть через пешеходный переход, обязательно его пропускайте. Обязательно пристегивайте своих деток ремнями безопасности, специальными удерживающими устройствами. Сами также обязательно пристегивайтесь, потому как у нас статистика общероссийская, общемировая, да и статистика, в частности, в нашей Карачаевской Республике, говорит о том, что если, в особенности, если мы берем ребенка, если у нас в республике ребенок был пристегнут ремнями безопасности, специальными удерживающими устройствами, если он был в детском пресле при ДТП, пускай даже если это будет серьезное столкновение, пускай даже лобовое, как правило, последствия менее тяжкие, когда у нас ребенок именно пристегнут. Об этом, пожалуйста, не забывайте. И друг другу тоже об этом напоминаете постоянно. И хочется также обратиться к пешеходам, чтобы они были всегда аккуратны, внимательны, чтобы они при подходе через проезжей части, чтобы в обязательном порядке убирали свои гаджеты, телефоны, сотовые, всевозможные наушники. Разработайте, пожалуйста, в себе инстинкт самосохранения. Если вы поможете, не поможете себе, то вам никто не поможет. Поэтому в обязательном порядке будьте просто всегда внимательны, аккуратны. Смотрите по сторонам. И водитель, опять же, повторюсь, пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, пристегивайте с ремнем безопасности. Действительно, жизнь будет проще и легче, и безопаснее, если мы все вместе будем соблюдать правила дорожного движения. Спасибо вам, Заур Сеитович, за беседу, и до новых встреч. Спасибо вам, до свидания. Всего доброго. Доброго тоже. Субтитры создавал DimaTorzok